Привет, друзья! Объясню сейчас, почему ссорятся между собой религии, и почему такие замечательные в глубине этих религий всех, в принципе, есть замечательные основы, если глубоко покопаться и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме, и в буддизме. Они необыкновенно важные человеческие, общечеловеческие ценности есть в глубинах, но они так не изъяты оттуда, вот как мы в науке человечности сейчас зёрна эти, самые главные, саму суть, не проявили, потому что там это создавалось же тысячелетиями. Очень-очень много лет, и поэтому они не спасли нас от войн, кризисов, пандемии, перессорились между собой. Почему так происходит? Сейчас я объясню. Но вначале я скажу интересную вещь. Вот то, что мы научным путём пришли к пониманию, что повторяемые движения снимают напряжение, и частота повторяемых движений синхронно с уровнем напряжения, и когда человек ходит туда, сюда по комнате и стучит пальцами, я помните, раньше ещё говорил, что и чётки отсюда произошли, и руки роллы, да, и молитва отсюда произошла, потому что мост так устроен. Так вот наш Влад Орлов, такой подарок мне сегодня сделал. Он мне прислал текст, текст, сейчас я вам скажу, как это называется, вы сами можете в этом убедиться сто раз, просто откройте это сами, посмотрите, в науке Корана правило основы раскачивания при чтении Корана. Здесь вот многие учёные высказывали с порицанием подобного образа действий за то, что эти действия похожи на раскачивание иудеев. Ну и тут вот аяты приводятся там на арабском языке о том, что сказал выдающийся учёный, знаток грамматики Абух Айян, Аль-Анда Дуси, Аль-Захири, Автосфири к этому, ну и так далее, и так далее. Ну вы сами почитайте, но главное, что там иудеев, когда они, значит, Тору читают, покачиваются. И потом Коране тоже, когда читают некоторые люди, покачиваются. И вот там шла дискуссия научная такая среди умов ислама. Можно это делать или нельзя? Но в конечном счёте там приходит к тому, что это естественное действие некоторым людям помогает снимать напряжение и наоборот лучше читать. Так вот я же вам объяснял это сто раз. А мы-то пришли, слава Богу, из науки. Из науки туда пришли и поняли, что это механизм универсальный. Я же и говорил о методе Ключ, что он создан по существу из изучения инстинктивных действий человека, когда он снимает напряжение и выходит на состояние покоя или творчества. Так вот эти повторяемые действия, оказывается, они известны тысячелетиями. Да. Ну почему религии пересуриваются? Одна из причин такая. Это я вычислил. Вот когда мусульманин, например, говорит сыну своему, ты должен любить мать свою и почитать отца своего. Внимание. И добавляет, потому что ты мусульманин, получается, что тот, кто не мусульманин, мать свою не любит и отца не уважает. Вот оно, корень. То есть, получается, при самом приобщении человека к той или иной религии автоматически формируется неприязнье адепта другой религии. Автоматически, на этом глубинном, на самом глубинном, потому что каждая религия считает, что у них эта ценность есть. И поэтому, когда говорят, потому что ты христианин, или потому что ты еврей, иудей, получается, что те, которые... Вы представляете, а это всем характерно, поэтому говорили раньше, Бог един. Да, а это же тысячелетиями происходило. Вы представляете, язык-то другой был. Язык другой был. А каждый век требует нового языка. И вот последний из пророков Мухаммеда, мир ему, он как раз таки... Он говорил о том, что все предыдущие пророки, мы только за них. Ради Бога. Никто не отрицал ничего. Он просто весь этот опыт анализировал в предыдущих тысячелетиях. И последний был, который сказал вот этот ислам, Коран. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Почему мы создаем науку человечностью? Потому что новый язык нужен. Новый опять... Бог един, говорили. А сейчас нужен единый язык, который был бы... Не неприятен никому. Потому что там связаны еще с религией обряды. Там связаны с религией еще и вера в рай, ад. Это зависит от того, как вот ты правильно понимаешь, или ты понимаешь философски, или буквально понимаешь. Это столько там комментариев. Потому что для человека, который философски мыслит, адовые муки – это муки совести. А для того, который буквально мыслит, это действительно гея наогненная. Кирпичи горят, плавится там лава. А рай для, допустим, кто буквально мыслит, для него гурия там, гурия и бесконечное счастье, постоянное, вечное. Ну ладно, друзья, мы еще на эту тему поговорим. Но сегодня нужна уже наука. И язык современный нужен, который доступен всем. И штангистам, и шахматистам, и велосипедистам. Да, и теннисистам, и школьникам. Та встреча. Потому что там общечеловеческие ценности. Почему общечеловеческие ценности? Потому что они касаются всех. Это грани человечности. Продолжение следует... Спасибо.